О технологиях, позволяющих обрести обычное человеческое счастье. В Чувашии на днях родился мальчик с необычным именем Серафим. И история его появления на свет тоже необычная. Дорогие наши Баксим и Женя, мы вас поздравляем горячую с новорожденным ребенком. Ребенку у нас назвали Серафим. Все у нас, пускай вам всегда счастье принесет, здорового, хорошего ребенка. Мы дарим и ждем, чтобы вы за последующим пришли. Обязательно. Его мама Евгения тоже плод совместной работы целой бригады врачей. Она появилась в 1995 году благодаря технологии экстракорпорального оплодотворения. Операция оказалась удачной. Так у Изольды Малаховой появилась дочь. Евгения выросла, вышла замуж и сама стала мамой. Счастью бабушке нет предела. Процесс был, конечно, тяжелый. Много анализов надо было сдавать, какие операции надо было переносить. Ну, Бог дал. Я забеременела с первой попытки. 24 июля 1995 года через кесаро сечение я родила здорового ребенка. Назвали девочку Евгенией. Вес был 3,480 грамм. Рост 52 сантиметра. Внук Серафим тоже родился здоровым крепышом. Вес 4 килограмма 300 граммов. ЭКО уже хорошо отработанная медицинская процедура. В России более миллиона детей родились из пробирки. В Чувашии решением проблемы бесплодия занимаются сотрудники президентского перинатального центра. И благодаря их стараниям на свет появились более 3,5 тысяч детей. Есть какие-то, в общем-то, мнения, что дети после ЭКО, они не всегда здоровы, не всегда там, у них все будет хорошо. Нет. Это совершенные мифы. То есть дети рождаются обычными, со своими проблемами или без проблем, как у любой обычной женщины. То есть в этой ситуации ЭКО это только шанс дается женщинам бесплодным. И только момент наступления беременности у нее совершенно другой. С 2013 года в рамках программы обязательного медицинского страхования для женщин Чувашии процедура стала бесплатной. С 2017 года квоты увеличились, 650 на каждый год. И сегодня где-то 560 детей дополнительно с помощью экстракорпорального оплодотворения появились в наших семьях. Наша сегодняшняя задача в рамках общения с нашими специалистами говорить, рассказывать, что есть и технологии. До 35 лет, если мы применяем эту технологию, где-то около 30% эффективно. Вот такая необычная история обычной семьи, когда вера, надежда и любовь сделали чудо. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.